МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пришлось губернатору региона быть или не быть реагенту. Замурованные и забытые. Ребята, тут такая обстановка. Проходите очень аккуратно. Животные вот там собаки находятся. Имейте в виду, пожалуйста. Под Красноярском в заколоченном доме две недели голодали больше дюжины кошек и собак. Наслаждаемся погодой. Морозы из Красноярска ушли. Вернутся ли к концу недели на крещение? И прямое включение с набережной Енисея, где сейчас проходит открытие фестиваля «Волшебный лед Сибири». Губернатор края Александр Рус вмешался в спор чиновников и горожан о скандально известном реагенте Бионорд. Напомню, вещество применяют на красноярских дорогах уже вторую зиму. И две зимы подряд его резко критикуют красноярцы. Якобы реагент разъедает железо на автомобилях, обувь и обжигает лапы животных. Дорожники в ответ лишь заявляют о безвредности вещества и постоянно изменяют технологию. А в декабре даже устроили эксперимент. Четыре участка посыпали песчанно-соляной смесью и сами подвели итоги, мол, грязи больше, сцепления с дорогой меньше. Но такие выводы красноярцев не убедили. Хотя, по словам губернатора, вопрос лишь в правильном использовании технологии. Тема Бионорда, она приобрела теперь уже такую очень своеобразную окраску. Есть активные сторонники этого, в том числе и среди водителей. И есть активные противники. Наверное, все-таки одна из важнейших проблем – это четкое соблюдение технологии. Потребовалось немало усилий для того, чтобы понять, как использовать максимально плюсы, которые дает этот материал. Если можно так его назвать с другой стороны, как минимизировать минусы, которые с этим связаны. В мэрии объяснили, что Бионорд и так уже используют в исключительных случаях, только когда в городе холодает до минус 15. При такой температуре, по словам специалистов, обычная соль не справляется с гололедицей. Поэтому основные магистрали с большим потоком машин все же будут посыпать реагентом с примесью мраморной крошки. Так дорожники работали в минувшие выходные. Остальные участки – спуски, подъемы, автобусные карманы и перекрестки – обрабатывали обычным песком. Но с сегодняшним потеплением, уверяют работники, снова перешли на соль. Час назад в Красноярске сняли режим неблагоприятных метеоусловий. Он действовал в нашем городе ровно трое суток. За это время, согласно зарубежному сайту AirVisual, который мониторит качество воздуха, краевая столица успела побывать на седьмом месте в списке самых грязных мест мира. Датчики общественников также фиксировали сильные превышения по взвешенным частицам. В соцсетях красноярцы даже иронизировали, что воздух можно потрогать. Настолько плотной была дымка. По данным волонтеров, в Солонцах, на улице Шевченко и Свердловском районе дышать было попросту вредно для здоровья. Относительно чистым был воздух только в удачном и Академгородке. Схожие данные показывали и датчики Сибирского отделения Российской Академии Наук. Добавлю, что в это же время приложение Минэкологии, Красэкологи, которое тоже мониторит загрязнение, зафиксировало лишь незначительное превышение в Солнечном. Тем временем Норильск уже несколько дней находится в плену стихии. Штормовое предупреждение на севере объявили еще 9 января. На город обрушилась сильная метель. Порывы ледяного ветра достигали 25 метров в секунду. По решению ГИБДД дорогу Норильск-Алыкель временно перекрыли для всех видов транспорта. Людям же приходилось спрятаться от стихии в зданиях. Улететь из ставшего эпицентром непогоды города разрешили только накануне. Из-за большого числа желающих образовалась давка. По словам руководства аэровокзала, даже тамбур для ожидания на такое количество людей не рассчитан. Людям пришлось ждать на холоде своей очереди у входа в здание аэропорта. А в Красноярске тем временем непривычно тепло и временами снежно. Синоптики опубликовали прогноз погоды на новую рабочую неделю. Какие дни станут почти весенними и задержится ли комфортная температура до крещения, расскажет Светлана Овсянникова. Новая рабочая неделя порадовала красноярцев потеплением. На смену хоть и не крепким, но все-таки морозом пришли комфортные минус 9. Городские парки понемногу начали наполняться людьми. Оно и понятно, ведь самое время для небольшой прогулки. Дальше только теплее. Днем на вторник минус 8. Ветер снова юго-западный 2 метра в секунду. Ну а в ночь на среду немногим холоднее всего минус 10. А в среду днем этот январь, похоже, подтвердит свое звание аномально теплого. Днем температура воздуха опустится всего до минус 5. Осадков не обещают. Ночью прогнозируют минус 8. В четверг и пятница по температурным показателям будут примерно такими же по ночам. Минус 7, минус 10, днем снова минус 5. Но расслабляться не стоит. По данным Роспотребнадзора, в городе уже есть первые заболевшие гриппом. Пока циркулируют два вида вируса. И теплая погода может способствовать их распространению. А в воскресенье на Крещение традиционно похолодает. Днем, правда, ненамного прогнозируют минус 8. А вот ночью столбики термометров опустятся уже до минус 17. Поэтому, если планируете окунуться в купель, то лучше не затягивать и делать это до вечера. Светлана Овсянникова, Дмитрий Комаров, 7 канал. Красноярские волонтеры спасли истощенных животных из деревни Кекур Сухобуземского района. Две недели собаки и кошки были одни в полузаброшенном доме. Их хозяйку накануне Нового года забрали в дом престарелых. Женщине 82 года она стояла на учете социальных служб. Родственников, которые могли бы помочь, у пенсионерки не было. Когда животных нашли, они были сильно истощены. Боялись людей и не шли с ними на контакт. После того, как питомцы адаптируются в новых условиях, им будут искать хозяев. А пока собаки и кошки находятся в приютах и ветклиниках. На данный момент это полностью несоциализированные собаки. Они боятся людей, они агрессивны в отношении к людям. Но это все исправимо. Сейчас у них идет процесс восстановления, лечения, стерилизация и кастрация. И уже социализация самого сложного процесса у нас идет. Спасти всех не удалось. Несколько трупов волонтеры нашли внутри здания. Зоозащитники рассказали, питомцев буквально замуровали в доме под досками и другим мусором. Однако в пресс-службе краевого МВД эту информацию пока не подтверждают. По их данным, животные могли свободно выходить на улицу. Ведь именно лай собак и привлек местных жителей. Они позвонили в полицию и пожаловались на агрессивную стаю. Что касается того, что собак якобы кто-то запер, сейчас проводится проверка по данному факту, но пока подтверждение она не получает. Женщина сама закрывала свою квартиру. Это было при свидетелях. Сейчас выясняется вопрос в целом, как туда сама. Сами прошли волонтеры на основании чего и как. Если вы стали свидетелем происшествия или у вас есть свои новости, присылайте их нам на Вайбер или Ватсап 7 канала. Номер телефона 8 391 29333. Пишите нам и мы постараемся вам помочь. Десятки подложных документов и паспортов. Сотрудники ФСБ перекрыли канал поставки нелегальных мигрантов. Преступная группа из двух человек, мужчины и женщины, работала в Красноярске. Они за деньги изготавливали поддельные миграционные документы, а затем через фиктивную фирму оформляли фальшивые трудовые договоры. Таким образом иностранцам удавалось встать на учет. Сейчас правоохранители ищут всех, кто мог участвовать в организации поставки нелегалов. Но задержанных уже завели уголовное дело. Обоим грозит до 7 лет тюрьмы. Центральным районным судом города Красноярска им назначена мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент проводятся следственные действия, устанавливаются все лица, причастные к функционированию канала незаконной миграции, а также выявляются иные эпизоды преступной деятельности подозреваемых. 18 фиктивных мам будут судить за получение материнского капитала на несуществующих детей. Следователи установили, одна из аферисток пришла в отдел ЗАГС и заявила, что родила ребенка у себя в квартире. Это подтвердили ее сообщники, которые якобы присутствовали во время появления малыша на свет. Получив документы, женщина отправилась в пенсионный фонд и забрала сертификат на маткапитал. Как выяснилось позже, действовала Красноярка не одна. Полицейские задержали 18 женщин, которые работали по одной схеме друг за другом. Всего на нерожденных детей они получили 9 миллионов рублей. Их имущество арестовали, чтобы возместить ущерб. В настоящее время материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Если их вина будет доказана, то женщинам грозит до 4 лет лишения свободы. Зато тем родителям, у которых дети действительно рождаются, с этого года будут доплачивать из бюджета. Речь идет о многодетных семьях, в которых после 1 января появился третий малыш. За него государство будет выплачивать около 12,5 тысяч рублей ежемесячно. Это касается тех семей, где на каждого члена приходится меньше двух прожиточных минимумов. То есть меньше 25 тысяч рублей на человека. А таких семей в нашем регионе подавляющее большинство. Если у вас нет ежемесячного дохода в 125 тысяч рублей, и у вас родился третий, четвертый, пятый или каждый последующий малыш, вы можете обратиться в соцзащиту по месту жительства. Чтобы получить доплату, нужно предоставить паспорт, свидетельство о рождении на каждого ребенка и справку о доходах. Добавлю, с инициативой оказывать такую поддержку многодетным семьям выступил губернатор края Александр Рус. Его поддержали на уровне федерации. Средства будут поступать из регионального и федерального бюджетов. Сегодня в правительстве обсуждали, как бороться с преступлениями в лесной отрасли. Для этого чиновники по инициативе губернатора внедряют новую лесную политику. По словам министра Дмитрия Масладудова, уже в два с половиной раза увеличилось число мест, где переработка древесины контролируется. Добавлю, их в регионе сейчас больше тысячи. Кроме того, лесничество перешли на биржевые торги. Это делается, чтобы ограничить теневой оборот пиломатериалов. Сегодня на бирже уже продали больше трех миллионов кубометров древесины. Это девятая часть от общей заготовки в крае. Также выросло число инспекторов, которые патрулируют леса. И это только первый этап новой политики. На следующем арендаторов лесных участков обяжут на 20% увеличить объемы восстановления деревьев. Еще одна задача – развитие глубокой переработки на предприятиях. По мнению губернатора, это серьезно поможет лесной отрасли. И скоро удастся вернуть ее в легальное русло. Буквально в течение двух недель, я подчеркиваю, здесь не надо торопиться, но и затягивать нельзя. Вот все, что названо, должно обрести конкретные сроки и ответственных. Конкретные сроки и ответственных, рассчитанных на работу в течение этого года. Но большая часть из мероприятий, особенно нормативного плана, должны быть завершены в течение первого полугодия. Стал известен виновник крушения украинского Боинга в Тегеране. Об этом после короткой рекламы не переключайтесь. Красноярск был основан в 1628 году. Именно тогда дворянин Андрей Дубенский начал постройку Острога для обороны от набегов местных племен на месте современного мегаполиса. Эти факты неоспоримы, как и то, что бегущая строка 7 канала эффективна и выгодна. Работает сразу. Размещаете на три дня и получаете два в подарок. Подробнее можно узнать на сайте trk7.ru и в пунктах приема объявлений. Иранские власти признали, их ракета сбила украинский самолет. Об этом заявили в генеральном штабе Иранской республики. Там рассказали, что Боинг случайно спутали с ракетой. Причем, по словам военных, они посылали сигнал экипажу, но через 10 секунд не получили ответа и открыли огонь. Глава МИД Ирана заявил, что сожалеет о произошедшем. Однако часть вины перекладывает и на Соединенные Штаты Америки. Якобы по их вине иранские ПВО привели в боевую готовность. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в начале января, когда американцы убили иранского генерала. В ответ Иран в ночь на 8 января отстрелял военные базы США и в ту же ночь перепутал гражданский самолет, летевший из Тегерана в Киев с вражеской ракетой. 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли при крушении. В Австралии власти спасают популяцию кенгуру. На вертолете с воздуха животным сбросили тысячи килограммов моркови и батата, сладкого картофеля. Операцию чиновники назвали «Скалистый кенгуру». Именно эти зверьки первыми получили помощь в штате Новый Уэльс. В сети сотни роликов, на которых животные грызут свежие овощи. Вокруг видна лишь выжженная земля и голые камни. В Австралии уже несколько месяцев бушуют страшные пожары. Огонь унес жизни 28 человек и более миллиарда животных, говорят зоозащитники. Наибольший ущерб пламя нанесло популяции коал в штате Новый Южный Уэльс. Их численность сократилась на 30%. В Красноярске стартовала продажа билетов на первенство мира по керлингу среди юниоров. Соревнования пройдут в Кристалл-Арене с 15 по 22 февраля. Участие в турнире примут около сотни спортсменов из 15 стран мира. О других новостях в двух словах расскажем далее. Сразу несколько красноярских спортсменов выиграли этапы международных турниров. Олимпийский чемпион Александр Третьяков взял золото на Кубке мира по бобслею. Александр Денисьев и Владислав Антонов завоевали бронзовые и золотые медали на Кубке мира по самому спорту. А биатлонистка Алена Мохова стала чемпионкой юношеских олимпийских игр. Красноярский блогер-экстремал переночевал в сугробе, в тайге. Пользователь с ником Игорь Лесник, по профессии он правда лесник, соорудил берлогу из снега. Когда снаружи похолодало до минус 13, внутри термометр показывал плюс 4. Однако мужчина все же простудился. За сутки ролик посмотрели почти 50 тысяч раз. Во вторник в Красноярске отключат праздничную элиминацию. Правда, ненадолго. В конце января она вернется на улицы города на время международного турнира по борьбе имени Ивана Ярыгина. А после завершения соревнований в городе начнут разбирать новогодние елки. Мэр Красноярска Сергей Еремин поделился в соцсетях кулинарными успехами своих дочерей. Они порадовали своего отца новогодними салатами. Одна из девочек приготовила лисичку, вторая – оливье в форме тигренка. С рецептами им помогла бабушка, пишет городоначальник. Тем временем еще один известный красноярский политик Петр Пимашков также завел аккаунт в Инстаграм. На странице бывшего мэра уже есть две публикации, а количество подписчиков перевалило за сотню. На прошлой неделе в соцсети появился профиль краевого губернатора Александра Уса. Там сейчас тоже две публикации, обе о красоте сибирской природы. На страничку губернатора подписались почти две тысячи человек. Возможно, вскоре и другие красноярские политики будут делиться снимками с помощью Инстаграм. А красноярские школьники разработали монорельсовый подъемник для людей с ограниченными возможностями. Такие они предлагают устанавливать на пешеходных переходах, где невозможно оборудовать пандусы или лифты. По задумке ребят, люди на колясках будут передвигаться в закрытых кабинах. Как это будет выглядеть, продемонстрировали на примере перехода рядом с мэрией, пока в виде макета. Потребность в таком подъемнике, по их данным, испытывают больше двух тысяч красноярцев. Им достаточно неудобно переходить через надземные или же подземные пешеходные переходы, так как там лестницы. И не все они для этого оборудованы. Именно поэтому мы решили создать наш проект. Это рельс, который будет переправлять тележку с одной стороны на другую. То есть, как это будет работать? Человек с ограниченными возможностями передвижения садится в тележку с одной стороны моста, она его перевозит, и он выходит с другой стороны моста. Проект ребята представят на международном чемпионате по робототехнике First Robotic Championship, который пройдет в нашем городе с 13 по 15 февраля. Создание среды для людей с повышенными потребностями – главная тема соревнования. По словам специалистов, проект красноярцев вполне достоин реализации. На оборудование одного подъемника уйдет несколько миллионов рублей. Но о точных расчетах пока говорить рано. В данной ситуации у нас пешеходный переход как-то модернизировать без значительной реконструкции не представляется возможным. А здесь представлен один из вариантов выхода из ситуации. Безусловно, молодым людям нужно еще будет поработать, чтобы доработать концепцию. Но уже сейчас идея, она как бы оформлена и имеет право жить. Красноярск принимает восьмой ежегодный фестиваль «Волшебный лед Сибири». Прямое включение с открытия после рекламы. Земля. Третья планета от Солнца. Ее диаметр 13 тысяч километров. Средняя удаленность от Солнца – 149 598 262 километра. Эти факты неоспоримы, как и то, что бегущая строка седьмого канала эффективна и выгодна. Работает сразу. Размещаете на три дня и получаете два в подарок. Подробнее можно узнать на сайте trk7.ru и в пунктах приема объявлений. Прямо в эти минуты на левобережной набережной Енисея проходит торжественное открытие международного фестиваля ледовых и снежных скульптур «Волшебный лед Сибири». На месте сейчас работает мой коллега Денис Денисов. Он на прямой связи со студией. Денис, добрый вечер. Ну, насколько международным обещает быть в этом году фестиваль? Студия, добрый вечер. Ну, исходя из заявок, которые поданы на восьмой конкурс «Волшебный лед Сибири», всего будет 20 команд по 10 в каждой из двух номинаций. Номинации – это снежная скульптура и ледовая скульптура. Если говорить об иностранных делегациях, то вот сейчас по очереди на сцену. На сцене проходит жеребьевка команд из международных делегаций. Это Китай, Казахстан, Беларусь, Литва. Ну и, конечно же, огромное разнообразие команд со всей России. Москва, Санкт-Петербург, Карелия, Екатеринбург, Якутия, Пермь. Ну и, конечно же, несколько коллективов из Красноярска, которые, между прочим, регулярно получают высокие призовые места. В общем, начиная с завтрашнего, буквально утра, каждый день здесь, на втором ярусе Левобережной набережной, все 20 команд будут приходить и практически круглые сутки работать над своими скульптурами. Закончат они их 18 января. Все это время можно будет ходить между них, смотреть, как они работают, но только ни в коем случае не мешать, поскольку фигуры, которые они изготавливают, как правило, соответствуют самым высшим нормам мастерства. Да, ни в коем случае я не хочу обидеть авторов других единых скульптур в Красноярске, но это совершенно иной уровень, нежели вы можете увидеть в среднем по Красноярску под новогодние праздники. Хочу также отметить, что даты фестиваля «Волшебный лед Сибири» всегда, ну, несколько скользящие. Например, в прошлом году их проводили в Марсе, в Универсиаде, и очень все долго просили погоду быть похолоднее, поскольку, ну, в целом зима, в Сибири теперь становится теплее, и мастерам бывает очень сложно работать. В этот раз мастера говорят, что погода идеальна для того, чтобы и снежные, и ледовые скульптуры легко делались и выглядели самым наилучшим образом. В общем, не забывайте о том, что если вы хотите увидеть фигуру уже в конечном варианте, претестуя сюда 18 января, к вечеру, как раз на награждение. Ну и в силу погоды все эти скульптуры будут также украшать нашу набережную. Особенно успеете увидеть снежные фигуры, они, как правило, начинают таять первыми. Кстати, еще в этом году обойдутся без студенческой программы, молодежной, конкурсной, поэтому работают только профессионалы. Ну, на этом, я думаю, буду уже закругляться и заканчивать. Здесь продолжается праздник о том, как работают мастера уже непосредственно со скульптурами. Расскажем в завтрашнем эфире. Студия, вам слово. Да, спасибо, Денис. Напомню, это был мой коллега Денис Денисов с прямым включением с открытия восьмого фестиваля «Волшебный лед Сибири». И сейчас срочная информация. Буквально несколько минут назад стало известно о том, что на селекторе в городской администрации мэр Сергей Еремин уволил двух своих заместителей. Это начальники департамента экономической политики и департамента финансов. Об этом пишет один из городских телеграм-каналов. Что именно стало причиной отставки, а также попробовать подтвердить эту информацию, сейчас пытаются мои коллеги. Мы продолжим следить за этой темой. А прямо сейчас информация о погоде. Собственно, теперь информация о погоде. Во вторник, 14 января, в Красноярске облачно с прояснениями небольшой снег. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Ночью минус 12 градусов, днем до минус 8. К этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2-900-333. Присылайте фото, видео и сообщения на наш Вайбер и ватсап номер 8-391-2-900-333. А также следите за нами в социальных сетях. В студии для вас работал Илья Филонов. Спасибо, что эти 30 минут вы были с нами. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин